Бомбы! Потому что все на тебя вот сваливается, он тебя съедает просто глазами. Каких конкретных состоящихся киберспортсменов. И мне написали ВКонтакте. Сейчас на киберспорте можно зарабатывать. Типа, я из гамбитов, я вообще не поверил. Настолько я на тебя давил, что невозможно справиться с эмоциями. Ближайший кубок, который будет проходить. Разыграли трех миллионов. Я болею за Армана Перманова. Всем привет, в эфире New Life, меня зовут Нигмеджан. И сегодня в нашей программе Петр Воликов, представитель канала «Ассистанта Казахстан». И профессиональный игрок Олжас, Жасик Исентаев, организация «Гамбит». После вашего турнира, самого крупного в Казахстане по FIFA 19, который прошел летом, от вас было мало активности. С чем это связано? Мы все ждем от вас. Что же будет в 2020 году? Привет, Нигмед, спасибо за приглашение. Очень рад, что вы нас пригласили. Наконец-таки кто-то нас пригласил. Отвечаю на твой вопрос, почему у нас не было какой-то активности сейчас на нашем YouTube-канале, на нашем телеканале, связанном с киберспортом. Потому что, во-первых, мы провели крупный турнир по FIFA «Асистанта Капа». Третий крупный турнир по FIFA в Казахстане. И, собственно, все силы были вложены вот в этот турнир. Обычно после Капа у нас небольшое такое затишье. Потому что, во-первых, сама FIFA определенно на тот год, да, это была FIFA 19. Она заканчивается. Никаких движений нет в FIFA 19. Поэтому мы просто сидели, ждали, когда выйдет FIFA 20. Теперь хотелось бы у Олжаса спросить, каков геймплей в 20-й FIFA, что поменялось? Спасибо, Никмет. Конечно, геймплей отличается, но мне нравится эта игра. Я сделал уже из четырех викинг-лиг 27 побед в двух. То есть это рекорд Казахстана, и я очень рад, что в этой FIFA у меня действительно хорошо получается. Буду стремиться дальше и надеюсь, что все получится. Какие у вас планы сейчас, в будущем году? Очень интересно узнать. У нас есть два таких масштабных турнира на данный момент. Забегая немного вперед, могу сказать, что мы планируем еще один крупный турнир. Но об этом сейчас немного попозже скажу. Да, у нас два масштабных турнира. Это, во-первых, Ситанта Кап. То есть мы за сезон, как только Кап приближается к лету, мы отправляемся самолично в разные города, чтобы отобрать по два лучших игрока. Поэтому я думаю, что нормально называть этот турнир народным, потому что так оно и есть. Абсолютно мы не оставляем любой город без внимания. География Капа постоянно расширяется. Вот, собственно, добавился еще новый регион, как Туркестан. Это вот один из самых масштабных Ситанта Кап. Как я уже сказал, мы можем называть его народным. Помимо него у нас есть Ситанта Пролиг. Пролиг немного отличается от Капа, потому что на Пролиге участвуют уже 16 таких конкретных состоящихся киберспортсменов в Казахстане. Хочу подметить такую фишку. То, что на Капе случается вот за вот эти три дня, эти масштабные три дня, это тяжело передать словами. Потому что все на тебя сваливается, каждый соперник, ты видишь, как он на тебя смотрит. И, возможно, даже в какие-то моменты становится страшно. Он тебя съедает просто глазами. А Ситанта Пролиг – это онлайн-турнир, в котором ты сидишь у себя дома, на своем кресле. Ты привык к этой атмосфере. И ты можешь выиграть за счет того, что атмосфера твои родные, как в моем случае, меня родные всегда поддерживали. И поддерживают до сих пор. То есть я сижу, и рядом вот так со мной мой отец, мои братья, моя сестра, моя мама. И мы все вот сидим и болеем за то, что случится в данную минуту. На Капе вот как раз таки мастерство и опыт, оно больше может зарешать, чем на Ultimate Team. Но вот это все настолько на тебя давит, что просто невозможно справиться с эмоциями. Ужас, я знаю, что тебя подписал Гамбит после турнира от Ситанты. Хотелось бы узнать, как это произошло. Впервые ты услышал, узнал о том, что тебя Гамбит подписывает. Мне написали ВКонтакте, когда я делал уроки. Мне пишут, типа, я из Гамбитов, хочешь присоединиться к нам? Я вообще не поверил. Я сразу сказал отцу своему, и он такой, ну ответь, типа, нейтрально так. Я ответил, все, так, спокойно, без всяких там. Я вообще не поверил, что люди из этой организации могут что-то мне предложить. Мальчику, которому 16 лет, который живет в Жасказгане, в Казахстане вообще. Жесть. Это было жестко. Примерно так все это произошло. Я могу дополнить, просто я стал свидетелем того, что на последнем капе как раз-таки приезжал представитель Гамбита, да, Иван. Иван Занин. Да, Иван Занин, приезжал парень, который отслеживал Лжаса на нашем турнире. Иван, я лично сам видел, как находился рядом с Лжасом, что-то ему подсказывал. Ну и, собственно, после Станта Кап мы узнали, что официально Гамбит подписал Лжаса. Мы на телеканале Станта Казахстана тоже были немного в шоке. Слишком уж быстро это все развивалось. Для нас тоже была мини-победа. Лжас, ты уже поиграл в Казахстане, ты уже поиграл в России. Какая разница между уровнем игроков там и здесь? Сравнивая игроков казахстанских и российских, могу сказать, что есть топ игроков России, до которых нам не так далеко. Мы не сказать, что внизу, но нам немного не хватает. Кого бы ты выделил из наших игроков? Мне кажется, у нас в Казахстане сильнейшие игроки. Это Ельжан Аман Кельды, что он не раз доказывал на Станта Кап. Это Нурбахыт Миргали, который сделал в том сезоне 29-1 из 30 матчей викинг-лиге. Это нереальное достижение. Играя в Казларде. Играя в Казларде с одной палкой коннекта, кажется. Это жесть. Да, Тимур Рахишев. Это тоже сильнейший игрок, который постоянно доказывает, постоянно в топ-3. Это Алмаз Касамжанов, тоже постоянный топ-3. И, ну, это я, наверное. Турниры от Сит-Танты. Какие призовые фонды у вас? Что касается призовых, то мы стараемся из года в год их увеличивать по меру возможности. То есть, если самым первым на Сит-Танта Кап в 2017 году у нас был призовой фонд 1.100.000. Был сначала миллион, но 100.000 мы добавили в Алжасу как за открытие этого турнира, потому что Алжас туда приехал самым молодым участником Капа. Мы видели, как Алжас шел, хотя бы для попадания в тройку, да. Мы решили немного расширить призовой фонд. Расплакавшись, и когда мне вручили этот приз, я поверил в себя. Я начал работать и по сей день работаю. Еще раз хочу сказать огромное спасибо телеканалу Сит-Танта Казахстан. Да, и после этого турнира Алжас забрал Сит-Танта Пролиг. После того Капа мы сразу запустили Сит-Танта Пролиг, наш первый опыт проведения онлайн-турнира. Мы провели там около 400, по-моему, 300 матчей. У нас получился полноценный сезон. Мы просто, у нас киберфутбол, как английская премьер-лига шла. Каждую неделю круговой чемпионат, в два круга причем еще, и Алжас тогда выиграл, кстати, турнир. Это был первый опыт. Например, на последнем Капе мы разыграли около 3 миллионов. Помимо 3 миллионов, мы еще также наши партнеры, компания Samsung, компания Coca-Cola, также выделяли деньги для индивидуальных призов. Сейчас немного времени изменилось. Сейчас на киберспорте можно зарабатывать. Например, тот же Алжас или Ельжан Аман-Кильды, который каждое лето в карман ложит около миллиона. Я думаю, что это отличный бонус для тех, кто пытается целыми днями играть в FIFA. Вопрос касаемый вашего предстоящего Кубка Блогеров. Я так понимаю, это самый ближайший Кубок, который будет проходить. Подробности? Кто участвует? Все верно. Мы планируем новую сезону стартовать, как я уже говорил, из Кубка Блогеров. Там 8 участников. Наверное, самые популярные среди именно киберспорта – это Арман Перманов и Биг Султан Киулемкосов. Есть также Даулет Балабайсио, тот же из Актау. Есть Лео Кизет, такой парень, который также снимает контент в FIFA. Пригласили мы новенького участника – это Нурбек Джаст Кинг. Миллиона подписчиков у парня. Как оказалось, он большой фанат FIFA. Ну и, собственно, почему бы и нет? Мы пригласили его поучаствовать в Кубок Блогеров. Помимо Джаст Кинга еще будет Ноники Зет. Тоже парень, который участвовал в прошлом Кубке Блогеров. Ну и, собственно, моя скромная персона. На прошлом Кубке Блогеров мне удалось каким-то чудом выиграть бронзу в FIFA 19. Сейчас в FIFA 20, я думаю, что навряд ли это получится. Но как бы там ни было, я как раз-таки буду восьмым участником. Обратимся к Олжасу. Олжас, ты их все знаешь. За кого же ты будешь болеть? Не все, но большинство. Огромный респект парням. Это блогеры и в то же время фиферы. И они играют на таком турнире, на таком уровне. Это похвально. Я болею за Армана Перманова. Смотрю его стримы, смотрю его видосы на ютубе. Мне симпатизирует этот парень. Я даже, как я, как участник Кубка Блогеров, тоже буду болеть за Армаду Перманова. Парень берет харизму. Надеюсь, поддаваться. Уже фан-группа какая-то у него есть. Да, уже как минимум два человека. Два человека и весь в сумке. Ну, это серьезно. Друзья, с нами сегодня был Петр Воликов и Олжас Есентаев. В замечательном месте The Cup. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok